Второй саммит мира поставит точку войне. Вторая армия мира знала о вторжении ВСУ в Курск и провалила все вдвойне. Второй пожар под Москвой за два дня. Первые главные новости дня расскажем здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Поставить точку войне жирную и справедливую должен уже второй саммит мира и уже в этом году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой Фон дер Ляйн, которая пребывает с визитом в украинской столице. Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира. Саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет троеточьем, отметил глава государства. Зеленский также добавил, что в Европе все заинтересованы в мире. В то же время президент Украины подчеркнул, что мир этот должен быть справедливым. Мир это не замораживание войны, не любые манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таковым будет. Я в этом уверен. Я благодарен всем, кто нам помогает добавить Зеленский. А график плана победы Украины рассчитан на быстрые решения уже в октябре-декабре, добавил украинский гарант. Речь идет о необходимых решениях, которые должны одобрить партнеры Украины и, в частности, Соединенные Штаты. Президент Украины очень надеется, что Байден этот план поддержит. Байден этот план победы, хотелось бы все-таки быть последовательным человеком. И все детали я буду говорить перед всеми с президентом Соединенных Штатов Америки, потому что большинство своих решений о плане зависит именно от него. Ну и также от других союзников, но там есть пункты, которые зависит именно от позитивной воли и поддержки Соединенных Штатов. Очень надеюсь, что он поддержит этот план. Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны стать начиная с желтня до грудня месяца. И не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план справляется. Поддержит нас Еврокомиссия на пути к победе и даст взаимно 35 миллиардов евро. К слову, за счет поступлений от российских замороженных активов. Сегодня Европейская комиссия одобрила предложение, которое позволит Европейскому Союзу занять 35 миллиардов евро из обязательств Большой Семерки. Это огромный шаг вперед. Мы убеждены, что предоставим этот заем Украине очень быстро, подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн. Также она уточнила, что этот заем поддержан поступлением от замороженных российских активов. Средства будут поступать непосредственно в национальный бюджет Украины, что улучшит макрофинансовую стабильность, подчеркнула фон дер Ляйн. Украина сама решит, как лучше использовать эти средства. План победы есть, никаких компромиссов нет и не будет с агрессором. В украинском МИДе ответили польскому визави Радославу Сикорскому. Министерство иностранных дел Украины заявило о недопустимости компромиссов по территориальному статусу Крыма после того, как глава польского МИД предложил провести там референдум при определенных условиях. Территориальная целостность — это не предмет торга. Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым — это Украина. Точка. На стороне Украины наши силы обороны, партнеры, устав ООН и международное право. Крым — это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая Украинский полуостров. Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все преступления. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять тем или иным образом аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права. Крым — неделимая часть Украины. Крым — это наша земля. И ни о каких даже предположительных переговорных опциях по нашему полуострову и речи быть не может, говорит в нашем эфире глава Межлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Крым является родиной крымско-татарского народа. Это наша земля, и это неотделимая часть украинского государства. Без этих двух сторон нельзя даже совещаться о судьбе Крыма. Это нельзя делать без привлечения коренного народа. Когда европейские политики говорят даже о каких-то возможных вариантах, это означает, что они пренебрегают нашей судьбой, крымско-татарской судьбой. Они пренебрегают и судьбой Украины тоже. Мы резко реагируем на такие заявления. Не может быть никаких компромиссов, когда речь идет о нашей земле. На своей земле мы в абсолютном меньшинстве. Как может быть референдум голосами россиян, которых завезли на нашу землю? Какие могут быть договоренности с террористом, когда Путин может готовить нападение на страны Балтии? Как всегда, под предлогом типа какой-то защиты в этот раз в Калининградской области. Российские власти начинают готовить общественное мнение к возможному нападению на страны Балтии под предлогом защиты Калининградской области, российского анклава на северо-западе Европы, окруженного странами НАТО. О такой подготовке свидетельствуют заявления диктатора Путина на встрече с главами региона. В эту среду подметили аналитики Американского института изучения войны. Разговаривая по видеосвязи с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, которому ЦИК присуил победу на сентябрьских выборах с результатом 76,94% голосов, нарисовал. Путин заявил о наличии проблем у региона, где проживают более миллиона человек. После того, как Калининградская область стала анклавом Российской Федерации, возникли проблемы, которые, безусловно, можно и обязательно нужно решать, сказал Путин. Нужно стремиться к тому, чтобы это не только был наш форпост и крепость на западных рубежах Отечества, но чтобы Калининградская область была органично вписана в жизнь всей страны, чтобы она чувствовала, что является частью большого государства, подчеркнул российский диктатор. Он добавил, что не должно быть никаких барьеров в передвижении людей, а сама область должна быть органичной частью РФ. Заявления Путина нацелены на внутреннюю аудиторию и могут свидетельствовать о том, что он готовит почву для будущей агрессии против стран Балтии под предлогом защиты Калининградской области, анализирует Институт изучения войны. По мнению ИСВИ, о подготовке Кремля к большой войне с НАТО в будущем также может свидетельствовать реформа военно-административного отделения страны, которую Путин правил в феврале. Согласно президентскому указу, в России были воссозданы московские ленинградские военные округа, упраздненные в начале 2010-х. При этом в ЛВО вошел Северный флот РФ, частью которого является большинство стратегических ядерных подлодок. Эти нововведения, как писали эксперты ИСВИ, направлены на то, чтобы консолидировать контроль за российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также готовятся к широкомасштабной неядерной войне против НАТО в долгосрочной перспективе. Россия все, в принципе, ставит all-in в своей войне против нас, производя все больше оружия и готовя запускать его по нам. Страна Аглии СРРФ усиливает производство ударных беспилотников шахет и хочет выйти на круглосуточный режим атак в будущем, предупреждает глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Постоянные залеты шахетов являются элементом разведки. Для россиян шахеты остаются именно ударным оружием на ближней дистанции, отмечает он. Вместе с тем добавляют, что основная функция беспилотников АРФ дальнего радиуса действия – это разведка. Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель. Они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными, предупредил глава ЦПД. Но при этом резонно напомнил, что в эту игру можно играть вдвоем. Но в эту игру можно играть вдвоем. И в отличие от нас, российское ПВО носит точечный характер и не способна прикрыть Россию полноценно от БПЛА. А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО РФ. По примеру, Торопца. Игра продолжается. Кабеля горят в России. Подмосковный Подольф заполыхал на все 3600 квадратов. По данным ШОТ, огонь охватил треть-четвертые этажи и кровлю здания кабельного завода. Эвакуировано по меньшей мере 30 человек на местном чале с экстренной службой. Загорелся завод СПКБ «Техно», который производит кабели повышенной гибкости, бронированные кабели, низкотоксичные кабели для социальных объектов. Поступило сообщение о пожаре по адресу Московская область, Подольский ПСГ, город Подольск, улица Бронецкая, дом 5. Установлено, что горит производственное здание на площади 3,6 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу. По предварительной информации, пострадавших нет. Вирус пожаров просто такими тысячными квадратами накрывает Подмосковье. Ранее в ночь на 20 сентября в подмосковном селе Апаринки со взрывной силой сгорелся склад на территории 5 тысяч квадратов. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС РФ, скрыть не удалось. Склад в Апаринках, принадлежащий местной фабрике, российские СМИ называют одним из самых крупных в России. Как сообщает Шот, на месте пожара работали 4 десятка спасателей и 14 единиц техники. Возгорание началось около 12 часов ночи. На складе предварительно хранилась текстильная продукция одной из фабрик, подушки, одеяла, матрасы. По данным РоссМИ, пожар удалось локализовать на площади в 4 тысячи метров. По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет. Сейчас на территории России практически не осталось заводов, предприятий или складов, не обслуживающих имперские завоевательские амбиции Путина. Напоминает в нашем эфире военный эксперт, влетчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Светан. Но при этом именно все они ловко и лакомая добыча не только для наших дронов, но и для российских партизан, которым осточертел режим Путина. Склады – это один из таких легких целей, которые для внутреннего сопротивления. Для партизан, для групп, которые заходят, диверсионных групп, для сил сопротивления. Потому что все, что можно поджечь и будет хорошо гореть, однозначно, это такие военные цели, которые помогают, когда они уничтожаются, они помогают нашим бойцам, в том числе и Украине, бороться с Россией. Россию надо изнутри разваливать и сжигать, вот так, как сжигают ее. Там много групп, от партизан Мальцева до сопротивления уже нацкластеров. А гореть там есть чего. Бензоколонка, там только спичку поднести, она будет гореть. Неважно, какой склад, вся экономика России сейчас полностью заточена под военное производство. Они уже артикулируют это второй год о том, что перевели экономику на военные леси. Потому любой экономический объект становится автоматически военным. Естественно, уничтожение складов, какие бы то склады ни были, главное, чтобы хорошо горело. А горит хорошо. Горит отлично. Контроль над Курской областью будет восстановлен. Горит и у Пескова, видимо, в голове. Сомнений в этом у нас нет никаких. Вот такие важные мечты у рта Путина. Наши военные делают свою работу. Они ее сделают. Контроль будет восстановлен. Как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными. У нас в этом сомнений нет. У нас в этом никаких сомнений нет. Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная, эта ситуация будет своевременно исправлена. И это заявление звучит на фоне остановленной нами тщетной попытки контратак россиян на Курском направлении. Не продержались не то, что две-три недели, а даже одну. Хотя, как оказалось, о вторжении ВСУ в Курский регион знали в России заранее, но подготовились, как всегда, по мотивам известной книги, никак. Хотя операция вооруженных сил Украины в Курской области готовилась к секрете, не знал лишь узкий круг лиц в российской армии и спецслужбах еще в начале 2024 года, опасались все-таки проникновения украинских частей. Но, судя по результатам, приказы подготовиться к вторжению так и остались на бумаге. Ведь 6 августа, напомню, части ВСУ беспрепятственно пересекли границу и за несколько недель заняли более 100 населенных пунктов, включая город Сужу, о возможном захвате которого беспокоились российские военные давно. Газета «Загардиан» ознакомилась с документами военных частей, МВД и ФСБ, которые спецназ ВСУ вывез из захваченных зданий в Курской области. Они имеют все признаки подлинности документов российской армии. В основном это материалы 488-го гвардейского мотострелкового полка, отмечает «Загардиан». В них с января говорится о подготовке, наступлении ВСУ и возможном прорыве границы. Также сообщается о низком моральном духе солдат РФ и случаях срочников, вызванного длительным нахождением в состоянии депрессии из-за его службы в российской армии. Для поддержания психологического состояния военнослужащих командирам частей давались указания ежедневно включать солдатам передачи государственных СМИ. Оттого, наверное, и не остались. В документе 4 января говорится о возможности прорыва госграницы украинскими вооруженными группами и отдается приказ усилить подготовку к отражению потенциальной атаки. Почти удалось. 19 февраля командиров частей предупреждали о планах Украины быстро проникнуть из Сумской области на российскую территорию на глубину до 80 км, чтобы установить коридор для прибытия на бронетехнике в основных армейских подразделениях. В середине марта приграничным частям РФ было приказано укрепить линию обороны и организовать дополнительные занятия для руководства частей и укрепленных пунктов относительно надлежащей организации обороны в преддверии возможной атаки. Также сообщалось об участившихся случаях проникновения украинских ДРГ, которые для маскировки надевали российскую форму. В середине июня было выпущено более конкретное предупреждение сообщалось о планах противника, то есть наших, продвинуться в направлении Юнаковка-Суджа, то есть от села в Сумской области до города в Курской. С целью взятия Суджи под контроль именно это и произошло почти два месяца спустя. Также было сделано предположение в России, что украинцы могут попытаться разрушить мост через реку Семь, чтобы перерезать линии снабжения в итоге ВСУ, что разрушили все три моста, чтобы помешать подходу российских подкреплений. Чтобы ввести украинцев и особенно их разведывательных беспилотников в заблуждение, предлагалась гениальная схема. В частности, создать имитацию оборонительных сооружений, использовать макеты танков, бронемашин и артиллерийских установок, а также манекены солдат РФ и периодически перемещать их. Реальных солдат также следовало посылать было на депозиции, чтобы они ночью зажигали там огни, свет, а их ради переговора можно было перехватить. Военнослужащие украинского подразделения, которые управляют дронами в этом районе, сказали «Гардиан», что не видели таких имитационных позиций. О предстоящем нападении ВСУ российская разведка знала за две недели до вторжения, но военное руководство РФ проигнорировало эту информацию, сообщал еще Блумберг, помните, со ссылкой на близкий к Кремлю источник. По его данным, сведения о подготовке нападения не были доложены Путину, а глава генштаба ВСР Валерий Герасимов их проигнорировал попросту. В результате ВСУ не встретили никакого сопротивления, тем более что, как говорится в юнском документе, с которым ознакомилась «Гардиан», российские прифронтовые части укомплектованы в лучшем случае в среднем на 60-70% и состоят в основном из резервистов со слабенькой подготовкой. Конечно, россияне косо-криво попытаются и дальше бросать силы в дряхлых попытках освободить Курщину. Но как оценивают эти потуги специалисты, нам отвечает Дмитрий Жмайлов, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества и эксперт по российским гибридным влияниям в мире. Россияне и дальше будут пытаться потягивать все до сих пор живое на Курщину. Также есть информация, что срочников, которых они выменяли из плена, снова отправляют боевые части, в частности воинские части к северу от Черниговской области. Скорее всего, россиянам снова припечет, и они будут их использовать в боевых действиях. А контрнаступательные действия россиян в Курщине не стали для нас сюрпризом. Даже одной из задач этой операции было оттягивание резервов россиян на себя. Они смогли зайти на территории, где действовали украинские войска, но их не контролировали. Мы же и дальше пытаемся укрепить свои позиции, также имеем и продвижение. Также уничтожили множество резервов россиян, но они будут делать новые и новые попытки атак, но у них мало что получится. А в Украине ограничат использованный телеграмм в госорганах среди военных и работников критических объектов. Соответствующее решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности. Начальник ГУРМО Украины Кирилл Гуданов заявил, что у российских спецслужб есть доступ к личной переписке пользователей телеграмм даже к удаленным сообщениям, а также их персональным данным. «Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос телеграмм – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», – подчеркнул Гуданов. Согласны с ними и в СБУ, и в Генштабе, и в ССУ. Там отметили, что телеграмм активно используется врагом для кибератак и вмешательств. Представители СБУ и Генштаба ВСУ отметили, что телеграмм активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения. Установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и не только. В целях минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использовании телеграмм на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий операторов критической инфраструктуры. Исключения будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей. Путин не поедет в Мексику, которая является членом МУС на инавгурацию президента. Российский диктатор Путин решил не лететь в Мексику, которая является членом Международного уголовного суда на инавгурацию избранного президента Клауди Шейнбаум. Об этом сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью РТВА. «Мы, говорит, такое приглашение на инавгурацию получили, мы благодарны мексиканской стороне за это, а мы не очень», сказал он. Щетинин утверждает, что Путин назначил своего представителя, который будет представлять Россию на мероприятиях тех. Он не назвал причины отказа Путина. В то же время представитель МИД РФ отметил, что Москва якобы действует согласно имеющейся протокольной практике и тем обязательствам, которые есть у Путина. В августе Мексика пригласила российского диктатора на инавгурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября 2004 года. А Путин, наверное, Курскова спадет освобождать. Он же хотел до 1 октября. Посольство Украины и Мексики призвало власти арестовать Путина в случае его визита в страну. Там напомнили, что он является военным преступником, который имеет ордер на арест по подозрению в похищении и насильственном перемещении украинских детей в Россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает частности и Мексика. С такой же просьбой выступила Европейская комиссия в ЕС также отметили, что Мексика является государством участника МУС 2005 года. Однако президент Андрес Мануэль Лопес Абрадор тогда отклонил запрос Украины об аресте российского диктатора. Напомню, Путина в начале сентября не арестовали в Монголии. Наверное, не зря название этих стран начинается на М. Полные международные игнорщики. В то же время Евросоюз призвал государства, ратифицировавшие Римский статут, выполнять свои обязательства. Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных международным уголовным судом, в том числе против Путина, за военное преступление, незаконной депортации и перемещение украинских детей. Все государства, участники Римского устава, обязаны выполнять ордера на арест, выданный МУС, отмечается в свежем заявлении ЕС. Сильнейший шахматист планеты сыграл в нашу пользу, а точнее сделал ход во имя свободы, справедливости и демократии. Прямо в лицо президенту Фиде бросил несогласие с возвращением в Россию. 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсон воспользовался трибуной Международной шахматной федерации Фиде, чтобы остановить возвращение российских и белорусских шахматистов в соревнования под эгидой организации. 33-летний норвежец получил награду лучшего шахматиста в истории от Фиде. Впрочем, награждение пошло не по плану руководителя организации Аркадия Дворковича. Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, у Гарри Каспарова была лучшая карьера, чем у меня. Понимаю, по какой причине получил эту награду, но, тем не менее, считаю, что он больше заслуживает этого. По крайней мере, я скажу в честь Гарри, потому что уверен, что он воспользовался возможностью посоветовать не отменять санкции против Российской и Белорусской Федераций. Вот и сам говорю это. Заявление лидера шахматного рейтинга прозвучало на фоне попыток Фиде с россиянином-руководителем вернуть Арафе Беларуси право соревноваться. Международная шахматная федерация по предложению киргизской делегации собралась разрешить россиянам и белорусам соревноваться под собственными флагами. Решения могут быть приняты 21-22 сентября. Впоследствии на слова Карлсона отреагировал 13-й чемпион мира. Гарри Каспаров подтвердил, что обязательно озвучил бы аналогичную позицию по отношению к Арафе Беларуси. «Действительно, я бы так сделал. Во многих отношениях я не мог бы пожелать лучшего преемника, чем Магнус. Для того, чтобы быть великим шахматистом, не обязательно иметь великий характер, поэтому вдвойне посчитай то, что он добился и того, и другого», — написал Гарри Каспаров в соцсети X. «Честь — это внешняя совесть, а совесть — это внутренняя честь». Артур Шопенгауэр. Ирина Узлова, наша программа «20 минут», друзья. Берегите свою честь, приходите к нам уже в понедельник, увидимся с вами снова и подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го. Оставляйте свои лайки и комментарии, все это добавляет нам настроение, а также позволяет нашим разговорам продвигаться просторами YouTube. Спасибо вам за это. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины, увидимся и победим. Продолжение следует...